Категорически вас приветствую. Живите и процветайте. Мы начинаем. Мировая катастрофа, называемая под коронавирусом, зацепила и меня. Настолько, что я понимаю, что при всём при том, что я подобные темы не хотела изначально затрагивать на своём канале, видимо, всё-таки я начинаю выпуск серии про коронавирус, той интересной информации, которую я нашла, которую, возможно, зрители Ютуба, скажем так, не читают, не смотрят, и мне показалось, что, вполне возможно, это будет вам тоже интересно. Да, ещё я нашла статью про китайцев, которые, на самом деле, знаете что, красавчики. И знаете что, я вам её прочитаю. Она в переводе, сам перевод и ссылка первоисточника, с которого человек переводил, всё будет в описании. Поэтому, если хотите, пожалуйста, можете ещё даже взять и прочитать. Я думаю, что автор данной статьи будет тоже только рад. А мы проступаем. Поехали. Китайцы-красавчики. Сразу предупреждаю. Много букв, но буквы дельные. Реакция китайских предприятий на эпидемию коронавируса в КНР. Наткнулся на интересную статью в Киднете. А если точнее, на вэй-синь-ви-чате. Ссылка на оригинал внизу. Я буду читать вам дословно, чтобы ни одна цифра не ушла из моего рассказа. Решил предсказать краткое содержание написанного. Думаю, многим будет интересно. Копнём поглубже. Чем занимались пропавшие в СМИ китайские богачи во время эпидемии? Есть такая странная китайская поговорка, когда небеса падают, а большеруслые их поддерживают. Время подтвердило точность народной мудрости. Вспышка была настолько серьёзной, что Ухань, Хубэй и даже вся страна нуждалась в поддержке. Но в то же время у простого народа силы ограничены. Мало что можно сделать самим. И вот тогда-то и нужны те самые длинные, чтобы небо подержать. А кто эти самые большеруслые у нас? А это те крупные компании, которые все хорошо знают. В разгар эпидемии в китайских СМИ больше внимания уделялось врачам, пациентам, провизии, Хубэй и Уханю. Меньше всего говорили о компании, о компаниях, извините. И так, как же сделали экзам... Я прошу прощения, я давно вслух не читала, похоже. Итак, как же сдали экзамен на профприкодность всем известной компании? Автор статьи до конца борьбы с эпидемией наблюдал за этими компаниями и ставит всем 5. А теперь подробнее. Денег не хватает, мы дадим. Поначалу с вирусом не все было ясно. Никто не знал, что делать, как быть. Итак, первая реакция всех предприятий. Возьмите у нас денег. Счет у интернет-гигантов, по сути, начинался со 100 миллионов юаней. Ваньи 100 миллионов, Дудо 100 миллионов, Куайшо 100 миллионов, группа Мэйтуань 200 миллионов, Байду 300 миллионов. Пекинский гигант интернет-технологии Бэйт Дэнс изначально выделил 200 миллионов, затем добавили еще 191 миллионов. Так, общая сумма увеличилась до 391 миллиона юаней. Эти деньги в основном были предназначены для медицинских работников, работающих на передовой и больным. По 100 тысяч юаней на человека и по миллиону тем, кто погиб при исполнении долга. Тан Сюнь сначала пожертвовал 300 миллионов юаней. Тан Сюнь сначала пожертвовал 300 миллионов, после этого еще дополнительно 200 миллионов. По состоянию на 8 февраля Тан Сюнь внес еще 1 миллиард юаней, а в общей сложности 1,5 миллиарда. Вначале корпорация Алибаба создала миллиардный фонд на покупку медицинских материалов, а затем еще вложила 1 миллиард на поддержку сельхозпроизводителей и 20 миллионов для коллектива академика Джун Наньшаня, главного эпидемиолога. Между тем, Ма Юнь Джек Ма лично пожертвовал 100 миллионов. Это уже 2,12 миллиарда. Это всего лишь часть пожертвований от интернета-гигантов. Есть еще, трудно всех проследить. По состоянию на 30 января взносы 800 предприятий по всей стране достигли 13 миллиардов народных юаней КНР. Куда эти деньги ушли? Думаю, не стоит беспокоиться. Богачи не дураки. Счет деньгам знают. Цао Деван, пожертвовавший 150 миллионов, сказал, проверим, куда ушли мои деньги. Все до копеечки проверим. Как погасим вспышку. Так, следующий вопрос. Не хватает масок? Берите. Помимо денежных взносов, что весьма интересно, так это то, что почти все крупные компании с энтузиазмом взялись решать проблемы на передовой. Никто от них этого не требовал. Все они действовали по личной инициативе, указывая на самое слабое звенье в профилактике и борьбе с эпидемией. После вспышки болезни в Ухане в город сразу начали поступать медикаменты. Было собрано медикаментов и сопутствующих материалов на 300 миллионов юаней и сразу же доставлено на сумму в более 50 миллионов. Транспортный гигант Цзинь Дун открыл специальный канал для поставок в Юл в Ухань, пожертвовав 1 миллион масок и 60 тысяч предметов медицинского назначения. Это были первые поставки в зону бедствия, произведенные с помощью интернета. Алибаба Интернешнл сразу же начал глобальный поиск, закупая маски, защитную одежду, очки и другие важнейшие материалы из десятков стран. За короткое время 6,5 миллиона наименований медицинских товаров было обработано и доставлено без задержек в Юл в Ухань. Вы меня извините, мне почему-то стилистически, я, наверное, очень сильно переучила английского языка, всё время хочется назвать Ухань Юхань Ю, поэтому я прошу прощения, ну, такой смежный звук, скорее всего, будет, пока я буду читать. Да, извините, небольшое лирическое отступление. Как это, рекламная пауза? А, сори, извините, мы серьёзную тему обсуждаем. Итак, продолжаем. Тан Сюнь также отличился, закупая материалы по миру, организуя чартерные поставки и доставку точно в руки тем, кому эти поставки были необходимы. Всё это было организовано в самые первые дни, когда ещё мало кто понимал, что происходит. 30 января в 7 часов вечера в аэропорту Ухань приземлился чартерный рейс. Самолёт был загружен медтоварами из Великобритании и Японии. 4,5 миллиона единиц медицинской защитной одежды, 100 тысяч масок. Эта молниеносная поставка решила проблему нехватки спецодежды. По состоянию на 9 февраля Тан Сюнь совместно с партнёрами закупил по всему миру 335 тысяч масок, 120 тысяч комплектов защитной одежды, 225 тысяч подгузников для взрослых, а также множество защитных перчаток, очков, дезинфицирующих средств, вентиляторов, градусников, спирта, наборов для тестирования и других противоэпидемических материалов. В то время, когда внутренние поставки были в напряжённой стадии, эти компании благодаря своим глобальным возможностям эффективно и точно решили многие проблемы. Это достойно уважения. Давайте я немножко отвлекусь от самой статьи. Я, так как дополнительно изучала информацию и смотрела многие спецрепортажи из передовой. В России есть коммунарковская больница, и в том числе главврач этой больницы давал интервью. Краткие, но описывала вообще, в принципе, с какой работой они сталкиваются, что сейчас происходит. Так вот, по поводу подгузников для взрослых. Настолько тяжёлая была ситуация, вообще, в принципе, как таковое в Китае, что врачи, вот у них идёт смена, они одевали подгузники, они даже не отвлекались на еду. То есть они были всецело поглощены теми людьми, которых они лечили. В конце смены, понятно, что всё это снималось, душу и так далее. Но насколько люди были вовлечены в сам процесс и насколько быстро они с этим самым, именно поэтому, в частности, они с этим и справились, что они отдавали всецело себя на то, чтобы погасить этот вирус. А мы возвращаемся к статье. Помощь продолжает поступать. Корпорация ДОДО пожертвовала провинции Хубей 1 миллион медицинских масок, 20 тысяч комплектов защитной одежды, 200 тысяч медицинских перчаток, 30 тонн немецкого медицинского дезинфицирующего средства и партию нового оборудования для тестирования заболевания стоимостью почти на 10 миллионов. В АНИИ тщательно отобрала почти 200 тысяч защитных масок, 50 тысяч одноразовых таблеток, алкоголя, дезинфицирующего средства для рук, спрея для рук и других защитных средств, бесплатно поставив всё это Хубейцем и организовала. Кроме того, компания мобилизировала почти 1 миллион необходимых защитных материалов, чтобы обеспечить пользователей по всей стране. Всё это можно легко проверить. Информация доступна. Как пишет нам автор. Ну и, в принципе, я склонна этому жереть. Проблемы с питанием, доверьте нам, после того, как Ухань был закрыт, в какой-то момент стало питание медработников, обернулось проблемой. 31 января 4 больницы в Ухане обратились за помощью. В столовых не хватает еды. Медперсонал периодически физически перегружен, не доедает. Срочно требовались свежие фрукты и овощи. Вот что сразу же было доставлено в одной из больниц. 350 краснокочанной капусты. Да, я прошу прощения. Надо больше практики. 350 килограмм краснокочанной капусты, 500 килограмм капусты, 100 килограмм огурцов, 100 килограмм помидоров, 50 килограмм фасоли, 100 килограмм брокколи, 3000 с половиной штук яблок. Этого достаточно для недельного питания 500 медицинских работников в больнице. После того, как бригада по борьбе с эпидемией получила заказ, немедленно началась работа по срочной заготовке свежих овощей и фруктов из всех районов страны. Всего через 2 дня в 4 больницы столовых было доставлено 100 тонн овощей и фруктов, капусты, брокколи, картофеля, зеленого перца и более 20 тысяч яблок. Этого достаточно для месячного питания. 5000 медицинских работников на передовой по борьбе с эпидемией. Вы представляете, просто какое количество людей было в это все вовлечено и задействовано? Я не знаю, я читаю повторно эту статью, у меня опять холодеет просто целиком загривок от восхищения этими людьми. Помощь сельским производителям. После вспышки эпидемии многие крестьяне лишились возможности сбывать произведенные фрукты и овощи. Тонны манго, клубники, капусты, помидор, других овощей оставались несобранными на полях. Крестьяне не могли ничего поделать. Кроме как смотреть, как плоды их труда гниют на корню. В то же время прервались поставки сельхозпродукции на рынок. И опять крупные компании начали действовать и совместно запустили программу помощь селу. По организации продаж сельхозпродукции в течение очень короткого периода времени программа помогла реализовать большое количество овощей и фруктов и тем насытив рынок. Наживаешься на трудностях государства? Прикроем твою лавочку. В то время, когда страна борется с эпидемией, кучка несознательных граждан, пользуясь случаем, пытается навариться на трудностях в стране. Дзин, Дун и Али Баба выпустили заявление запретить повышение цен на маски. Также было объявлено, что по состоянию на 4 февраля Али Баба перехватила и удалила 570 тысяч масок сомнительного происхождения, очистив 15 магазинов от незаконной продукции. Дела на 5 магазинов были переданы правоохранительным органам. Али Баба также посодействовала правоохранительным органам 14 провинций, обнаружив 128 случаев продажи контрафактных масок и других нарушений, сдав органам 65 подозреваемых. Затем компания запустила ряд мер по поддержке для малых и средних предприятий, снизили операционные расходы интернет-платформы, выдали беспроцентный кредит для торговцев из Хубея, субсидировав курьеров и так далее. Еще один интересный момент. 10 февраля на пресс-конференции в Госсовете глава Министерства гражданских дел отметил, кто сможет разработать программное обеспечение для борьбы с эпидемией в сообществе, тот сделает большое дело. Сразу же были запущены программы по регистрации медицинских карточек, уведомления о вспышке болезни, удаленные онлайн-регистрации, проверки температуры тела, определению групп риска и продвижению информации о состоянии здоровья жителей. Много каких новинок. К вышесказанному можно относиться по-разному. Можно считать пропагандой, но факт есть факт. Китайцы-миллиардеры не поскупились и помогли стране. У них есть деньги, есть технологии, идеи, свои семьи. Когда страна больше всего нуждалась, они все как один не колеблись, не снижали большой вклад. В трудные времена общество нуждается в героях и, как оказалось, в наличии героических предприятий, потому что сила крупного предприятия в 10 миллионов раз больше, чем у обычного человека. Коллективный дебют китайских компаний был безупречным. Те предприятия, которые граждане КНР обычно поддерживали и которым доверяли, не подвели народ в критический момент. От себя добавлю, я же читаю, это автор статьи. Китай таки показал миру уровень высокой организации и единство государства и общества, а китайская буржуазия – свою национально ориентированную сущность. Почему так дружно корпорации встали на защиту страны от вируса? Будет масса мнений и кривотолков. Ясно одно – политика СИ пользуется поддержкой буржуазии. А если даже и не так, то у СИ, похоже, достаточно сил, чтобы буржуазия шла фарватере его политики. А ведь могли бы в январе-феврале бойкотировать все мероприятия, проводимое КПК. Думается, что и китайское руководство, и буржуазия понимают, что образование КНР вообще и успешное развитие страны после 1979-го дает китайцам шанс сделать Китай великим. Это всех, видимо, и объединяет. Китайскую буржуазию с Абрамовичами и Дерипасками ровнять точно нельзя, умом социализм с китайской спецификой не понять, аршином общим не измерить. И оригинал, где взял, приводит автор. Это всё. Я закончила статью. Я её прочитала для вас, чтобы вы тоже приобщились. Я думаю, что вы, как и я, прямо, я не знаю, очень много смежных чувств, понимаете. Давайте сделаем так. Я никоим образом статью комментировать не буду. Здесь всё, собственно говоря, наглядно, ясно и понятно описано. Если есть какие-то мысли и какие-то ощущения у вас, то, пожалуйста, оставляйте внизу в комментариях. Я буду вам очень признательна и рада нашей обоюдной работе, скажем так. На этом всё. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое, что вы смотрели моё вещание. Не совсем прямое, но, тем не менее, в такой новостной ленте. Опять же, расскажите, как вам такого плана формата видео. Мне тоже будет интересно знать. До новых встреч, друзья! Берегите себя и своих близких. А мы с вами скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok